Друзья, всем привет! Тема сегодняшнего урока – как конкурировать на высококонкурентном рынке, как найти свое место под солнце. Очень интересная тема, я хочу начать с небольших правил. Первое, о чем хочу поговорить, это о демпинге. О демпинге цен, потому что многие из наших партнеров говорят, что вот, смотрите, мои клиенты мне отправляют ссылки на моих конкурентов и говорят, что смотрите, у них дешевле, вы продаете то же самое, но их дешевле, я пойду к ним. Если вам клиент шлет такие сообщения, скорее всего, вы не донесли самого важного, вы не рассказали, что вы – это вы, и вы особенные. То, что делаете вы, какой сервис оказываете, он ничем не сравним. Нужно показать те самые сильные стороны, которые есть только у вас. И сегодня я вам дам инструменты, как найти эти стороны и как закрыть возражения по снижению цены. Игра по снижению цен – это игра с плохим исходом. Никогда не демпингуйте, всегда будьте самыми дорогими и самыми высококвалифицированными в своей нише. Итак, ребята, конкуренция – это хорошо. Запомните, если у вас нет конкурентов на рынке, скорее всего, рынка у вас как такового нет, значит, там нет денег и нет клиентов. Анализируйте конкурента, вам нужно знать всех своих конкурентов в лицо, понимать, что это за люди, какой бизнес они сделали, где их сильная сторона, где их слабая сторона. Сегодня тоже об этом поговорю подробнее. Итак, еще один важный инструмент – это уникальное торговое предложение. Сегодня вы научитесь его делать. Любите конкуренцию, и будет вам счастье. Давайте приведемся к тому, как хорошо проанализировать ваша конкурента. Перед вами табличка, она называется SWOT ANALYZ. А от английской аббревиатуры – STRING, WICNESSES, APPOTUNITY AND THREADS, что на русский переводится как «сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы». Каждый ваш конкурент очень хорошо может быть разобран по этой таблице. Вам нужно разобраться, какие сильные стороны у вашего конкурента, тем самым это ваши угрозы, какие слабые стороны у вашего конкурента, тем самым вы найдете там свои возможности. То же самое вы можете сделать и для себя. Сейчас я покажу вам примеры, как заполнить данные строки. Итак, что может быть вашей сильной стороной? Это может быть опыт, это может быть образование, которое вы сейчас получаете, это может быть положительные личностные качества, деловые, умения и навыки разговаривать, ценности, которые вы вещаете до своей аудитории. Вы всегда в чем-то особенно запомните. Вы, может быть, уверены в себе. Также вы хорошо общаетесь с людьми и опираетесь на тот трудовой стаж, который у вас есть. Остальные примеры видите на экране. Что такое слабые стороны? Возможно, вам не удается чувствовать себя уверенным в новом деле. Вы можете испытывать дискомфорт. Вы не говорите, допустим, комплименты вашим клиентам. Вы не любите что-то делать. Или у вас отсутствуют навыки или опыт в каком-то новом деле. Что же такое возможности? Вы можете чему-то научиться, что вы делаете прямо сейчас. Вы можете прокачать свои знания. Вы можете быть сильным, целеустремленным человеком. Вы можете усилить свои навыки, что вы делаете сейчас, обучив какую-то учебную программу, закончив ее. Перед вами, так же, как и перед вашими конкурентами, есть определенные угрозы на рынке. Чаще всего это угроза повышения конкурентной среды, повышения цен, спада спроса на рынке. Мы все работаем с этими угрозами, и это нормально. Просто нужно знать о них. И нужно прекрасно понимать, что мешает вам вырасти и бояться этих угроз. Это свод-табличка. Я не первый раз услышал на MBA-программе. Это мастер бизнес-администрейшн. Это бизнес-программа, которую в целом проходят люди, которые хотят стать предпринимателями. И это достаточно полезная таблица. Разложив конкурента по этой таблице, либо разложив себя, вы поймете, в каких направлениях вам стоит двигаться. Итак, к примеру, могу вам сказать несколько примеров. Смотрите, у вас есть конкурент, он работает на другой системе отбеливания. К примеру, у него ниже цены, ниже квалификации, у него плохой инстаграм, у него нет личного бренда, он не прокачивает себя через обучающие программы. Это его слабые стороны. Какие у него могут быть сильные стороны? Например, он давно на рынке, у него есть большая клиентская база, у него хорошее месторасположение в городе, например. Либо он располагается в хорошем салоне красоты, известном. Это его сильные стороны. То же самое вы можете сделать и для себя. Разберите своего клиента по косточкам, узнаете его составляющие, и тогда вы сможете правильно оценить те инструменты, которые помогут вам конкурировать с ним правильно. Итак, после того, как вы сделаете свод-анализ, разберете своего клиента на сильные и слабые стороны, поймете возможности и угрозы, вам нужно сформировать свое уникальное торговое предложение. Перед вами на слайде пирамида уникального торгового предложения. Я расшифрую аббревиатуру. УХА. Да, что такое УХА? Это не суп, это уникальные характеристики товара. Что такое ПЖП? Это пожелания, потребности и проблемы. И КА – это конкурентный анализ. То есть это тот самый свод-анализ, который вам необходимо сделать. Итак, сначала это может показаться достаточно сложной пирамидой, но здесь все достаточно просто. Опираясь на все эти составляющие, вы можете и вы должны сформировать свое уникальное торговое предложение. Смотрите, на самом верху пирамиды выйдет уникальный бренд. Вы уже в команде. У вас есть бренд, у вас есть брендбук, у вас есть все материалы для развития, у вас готов Инстаграм. То есть в целом вы получили крутую базу для того, чтобы выстроить свое уникальное торговое предложение. Также внизу пирамиды видите свою персональную историю. Своя персональная история, ваша именно история, она не связана с брендом. Это ваша история. И вам нужно обязательно ее рассказать своему потребителю через свое предложение. Поймите, мы все приходим в бизнес разными путями. И это очень важно, почему вы именно решили заниматься отбеливанием зубов. Расскажите своему клиенту, почему вы здесь. Это должно просто пропитывать вас, пропитывать ваши предложения, ваши посты, ваш диалог с вашей аудиторией. Поймите, это самая база пирамиды. Именно вы. То есть вы в фундаменте вашего торгового предложения. А уникальный бренд – это всего лишь пик, это всего лишь отражение того предложения, которое вы несете в рынок. Давайте заглянем в сердцевину уникального торгового предложения. Поговорим о уникальных характеристиках. Уникальные характеристики, например, системой отбеливания My Brilliant Smile, является ее безопасность, доступность, ее эффективность и гарантия результата. То есть эти уникальные характеристики, о которых не могут похвастаться другие системы отбеливания, это когда мы говорим о самой услуге. Но поймите, помимо самих гелей по отбеливанию зубов, у вас еще очень много может быть уникального. Это может быть ваш опыт, ваше образование, ваше месторасположение, ваша подача, ваши пакеты и, соответственно, те отзывы и те рекомендации, которые дают о вас в людях. Это уже уникальность, это нет ни у кого. Поймите, ваша цель – найти свою особенность и рассказать о ней клиентам. Вы должны знать клиента, просто понимать, зачем он к вам пришел. Не просто взять его номер, телефон, имя. Вы должны понять, какой проблемой человек к вам пришел и что вы должны решить эту проблему. Ну, чаще всего вы скажете, ну, он пришел с желтыми зубами, хочет белый. Не так все просто. Скорее всего, человек, который ищет отбеливание зубов, хочет повысить уверенность в себе, хочет улучшить свой внешний вид. Возможно, он просто хочет проявить заботу о себе и о своем здоровье и внешнем виде. Пожелания и проблемы у людей могут быть разными. У кого-то проблема в отсутствии уверенности в себе. Он хочет увеличить ее, сделав красивую улыбку, чтобы люди смотрели ему в рот, когда он говорит, и слушали его очень внимательно. Это очень важный момент. Также желание клиента. Вам нужно учитывать, что он не просто хочет увидеть результат, хорошее отбеливание. Он хочет увидеть хороший сервис, правильное, хорошее отношение к клиенту. Он хочет получить полноценную услугу. Знайте своего клиента, знайте, почему он пришел к вам в студию. Скорее всего, он не просто пришел за белыми зубами. За этим есть намного большее. И конкурентный анализ. Конкурентный анализ – это свод-анализ, который я вам показал выше. Собрав все эти три составляющие в одно, вы сможете сформулировать свое уникальное торговое предложение. Итак, алгоритм создания торгового предложения. Рассказ от вас, как от первого лица, о причинах создания того или иного продукта. То есть, вы должны понимать, почему вы здесь, почему вы сейчас сидите, слушаете меня, почему вы хотите заниматься отбеливанием, как вы к этому пришли. Это называется стори-теллинг. Еще об этом инструменте мы поговорим дальше. Когда вы пишете историю, свою, своей жизни, и понимаете, почему вы находитесь именно здесь, сейчас. Также вам нужно сделать переход от особенных характеристик товара к ноу-хау компании. Поймите, что отбеливание, которое предлагает наша система, или аналогичное, то есть, вы должны найти, в чем они отличаются, найти сильные стороны того, товара и той услуги, которую вы делаете. Без этого, без уникальности, вам будет очень тяжело достучаться до потребностей потребителей. И определите задачи потребителя. Зачем он к вам пришел? Почему он вам написал в директ? Задавайте себе всегда такие вопросы. Почему он боится к вам прийти? Какие у него есть сомнения? Какие он испытывает недопонимания? Какие вопросы человек может испытывать, делая сообщение вам в директ? Нужно понимать своего клиента, нужно понимать задачи, которые вы должны для него решить. И только через создание диалога с потенциальным покупателем вы найдете то самое уникальное торговое предложение, о котором мы говорим. Это не просто цены. То есть многие подумают, так, хорошо, я сделаю три вида отбеливания. У меня будет экспресс, глубокая, максимальная, вот цены, вот результат отбеливания. Вы думаете, этого будет достаточно? Нет. Вы всего лишь создали меню. Того продукта, который вы предложите человеку. Копайте глубже, копайте над тем, что вы можете дать человеку гарантию. Копайте над тем, что вы знаете человека, зачем он пришел в вашу студию. Что он хочет увеличить уверенность в себе. Он хочет почувствовать себя красивым, привлекательным и уникальным. И именно в вашей студии он сможет получить эти эмоции. Итак, сегодня у вас будет два домашних задания. Первое задание. Вам нужно будет провести свод-анализ по своим конкурентам и отправить ссылки на свои аккаунты конкурентов в личный кабинет. Второе задание. После проведения свод-анализа, вам нужно составить свое уникальное торговое предложение. Рассказать, что вы будете предлагать, по каким ценам вы будете это делать, почему вы пришли к этим предложениям. Описать уникальные характеристики, которых вы будете писать. Рассказать о том, какие проблемы, пожелания клиентов вы будете решать своим предложением. Проведите эту работу и домашнее задание выполните в личном кабинете. Всем спасибо большое за внимание. Надеюсь, этот урок вам был полезен. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»